Всем доброго времени суток, с вами Капитал Шоу. И сегодня у нас в гостях врач-фельдшер скорой помощи города Екатеринбург Дмитрий Пичурин. И привет, Дима! Привет, Дима! Сегодня бы мы хотели поговорить о коронавирусе, дать несколько разъяснительных ответов нашим любимым ковид-диссидентам, вообще прояснить немного ситуацию в нашей медицине, но прежде чем мы бы с тобой начали общаться, я думаю, нашим подписчикам и зрителям интересно бы было немного узнать о тебе. Скажи, пожалуйста, о себе немного. Ну, я родом из поселка Бесель, так же, как и ты, уехал отсюда в 2012 году и проживаю с 2012 года по 2020 в городе Екатеринбурге. Четыре года работаю фельдшером скорой медицинской помощи. Ну и вот, живу, работаю. Это у тебя с детства была мечта стать медиком? Нет, это приходящее было. Я, когда впервые в жизни столкнулся с медициной, это примерно мне было лет 16-17, я заболел, якобы заболел пневмонией, меня всего обследовали, долго лечили. После этого, как лечение не давало никакого эффекта, меня отправили в город Екатеринбург на обследование, там меня обследовали, сказали, человек полностью здоров и ничем не болел. Откуда такие данные? Вернувшись сюда, сказали, что там мне ерунды наговорили, что вы болеете, меня продолжали лечить. И в конечном итоге доктор нашей местной больницы сказал, да, извини, ты ничем не болел, это была ошибка. И после этого я решил пойти в медицину, чтобы мои родные и близкие с такой проблемой никогда не столкнулись, потому что я был в шоке. Ты работаешь в Екатеринбурге, я понял. Вашу больницу перепрофилировали под коронавирус? Как у вас вообще обстоит ситуация с коронавирусом? Вот касательно коронавируса, хотелось бы тоже прояснить. Наши дорогие, всеми горячо любимые ковид-диссиденты, которые заявляют, что пандемии не существует, что это заговор мировой за кулисой. Что ты можешь сказать им? То есть я тебя не прошу сейчас как-то опровергать это или это. Я именно и пригласил тебя по этому, что ты находишься именно в гуще всех этих событий, как, грубо говоря, рядовой пролетарий, который работает непосредственно. Вот как изнутри картинка? И правда ли, что вся эта ситуация с коронавирусом – это фарсы не более? Давай начнем с того, что в больнице ни одного дня не проработал. Скорая – это вообще отдельная структура медицины, никому не относящаяся. Это вот скорая, одно здание. И вот, как ты сказал, больница – это совсем другое здание, направление и лечение. Как говорит один мой хороший доктор, знакомый, я ни одного человека в жизни не вылечил, потому что мы, правда, на скорой помощи не лечим, мы спасаем или оказываем первую медицинскую помощь. Промежуточный пункт, да, получается? Это первый этап медицины, оказание первой неотложной помощи. Как бы это экстренная служба, так же, как и МЧС, как пожарная. Поэтому 0.1, 0.2, 0.3. Вот, но хотя это у нас тоже проблема такая. Скорая потеряла вот именно свой прямой профиль оказания первой неотложной помощи. Это вот как авария, тяжелые случаи, заболевания, да, экстренное бессознание. И вот, как ты говоришь, к ковиду подобрались. Мы сейчас ездим на температуры 37,2. Якобы контакт с коронавирусом. Давай начнем сначала. Пандемия у нас началась в 2020 году, в марте месяце примерно, да, если я скажу? Да, в март, в март точно. Первая проблема, с которой мы столкнулись, нехватка медоборудования в плане защиты. У нас всех обязали одевать защиту, наверняка все видели в интернете, где только можно, все эти комбинезоны, маски. И, да, вот, все, этого первый месяц критически не хватало. Мы надевали на 3-4 вызова, там один комбинезон, то есть, был. Хотя это по правилам, ну, по технике безопасности это неправильно. Потом стебилизовался или? Да, после каждого пациента это все обрабатывалось, там, 10-15 минут мы стояли, что это выветрится, потому что реагентами, которыми обрабатывались костюмы, как бы, ну, едкие очень и вредные. Вторая проблема, это, наверное, тоже слышали выплаты всеми обещанные медикам. Это второй такой бунт был, что почему, где эти деньги. Ну, мы вроде, ну, в Екатеринбурге я работаю, мы этих денег дождались, честно, я обманывать не буду. Вроде все, что обещали, мы получаем, нам выплачивают. А коллеги с других подстанций, какая-то информация была? Да, была. Вот моя конкретная информация по городу Екатеринбургу, там все все получали обещанное. Были какие-то конфликты, недочеты, там, конечно, кто-то считал, что он больше заработал, потому что были и почасовые какие-то выплаты, были и конкретные выплаты. Ну, очень много спорных вопросов. На бухгалтерию большая нагрузка упала. Даже бухгалтера элементарно не могли объяснить, по-человечески понятно, что и за, ну, за что ты получаешь элементарно деньги и как это все вычитывается. Ну, и по сей день, как бы, такая проблема существует. Как бы, много таких, много пенсионеров на скорую у нас работает. И, как бы, ну, люди, правда, каждую копейку считают. И они этим вопросом занимаются плотно. То есть, они отмечают, там, количество проведенных часов с пациентом. И потом, по своим подсчетам, приходят в бухгалтерию, говорят, вот, то-то, то-то, им выдают совсем другие цифры. И вот в этом плане возникают конфликтные ситуации. То есть, смотри, работники, они зависят, получается, из твоих слов, следуют только от себя. То есть, если ты сам будешь вести какой-то учет, то у тебя есть какая-то вероятность того, что ты предъявишь этот учет, да, свой, ну, часов, которых ты провел. Только так ты сможешь, грубо говоря, доказать, что ты, там, например, сверх, ну, поработал, либо так. А то есть, когда ты приходишь уже, ну, куда-то в администрацию, да, там, или в бухгалтерию, то же самое, тебе говорят другие цифры. Ну, да, это есть, это присутствует. А с чем бы ты, как ты думаешь, с чем связана нехватка оборудования? Во-первых, мы были не готовы полностью к этому, да. Больницы были полностью не готовы к этому. А эпидемия началась бурно, массово. То есть, был подготовлен большой центр в Ромаде, в городе Екатеринбурге, выделен там до 10 тысяч кое-какомиссий, там, ну, две тысячи. Под карантин просто? Да, да, ну, вот как обсерваторы, которые по сей день существуют, это был должен быть самый основной. Первую волну город Екатеринбург принял, ну, более-менее он с ней справился. Справились больницы, именно больницы, вот, в которых есть объем, да, и помогли небольшие, вот, именно обсерваторы. Вот. А вот, когда пришла вторая волна, все было намного сложнее. Сложнее в том плане, что вот сейчас, на данный момент в Екатеринбурге, так называемых чистых больниц, две-три. Которые не заполнены ковидными? Которые именно. По профилю остались? Ну, и давайте представим на полуторамиллионный город, три больницы, как бы, соотношение цифр, ну, в уме не укладывается, это нереально, это невозможно, и нагрузка бешеная. Вот, как бы, вот эта проблема в данный момент она есть. Я сам недавно столкнулся с такой проблемой, я простыл, ну, поскольку я медицинский работник, меня сразу же как контакт на первого лица, у меня взяли мазки, выдали мне лечение. В лечении выглядела это упаковка парацетамола, 10 таблеток, и капли в нос, не помню название. Вот это мое лечение от ковида было. Вот мне вот так положили, сказали. То есть, тебя диагностировали именно ковид? Нет, у меня только подозрение, поставили диагноз подозрения на коронавирусную инфекцию и диагноз второй ОРВИ. Все, мне дали бумажку с распечатанным лечением, препараты все, но они все вот как применяются сейчас на данный момент, прям как от коронавируса. Ну, не будем говорить название, пиарить какие-то фирмы. Человек, который до этого дойдет, ему все объяснит его лечащий доктор. Вот, но мне было это очень смешно. То есть, я сам лично пытался вызвать сперва доктора на дом, потому что чувствовалось я очень плохо. Я знаю, что эта служба есть, что она работает, ну, по крайней мере, раньше работала. С 8 утра до 4 вечера я пытался дозвониться в свою поликлинику. Это все было безуспешно, линия была занята. После этого я нашел телефон горячей линии по приему таких вызовов. Ну, то есть, он общий такой, всероссийский. Там с горя пополам я дозвонился, передал все свои данные. Мне сказали, все, ждите доктора. Проходит три дня, я не получаю никакого лечения. Естественно, раз я официально устроен, мне нужно получить больничный лист, я начал переживать, вообще передали ли, откроют ли мне больничный лист. Ну, состояние мое облегчилось, я пошел сам своими ногами в поликлинику, вот добрался до приема, отсидев там, ну, полутора-двухчасовую очередь, наверное. Все в маленьком абсолютно помещении, все кашляют, все чихают. Ну, везде эти вывески, расстояние полтора метра, будьте добры держать. Ну, это физически невозможно соблюсти. То есть, не рассчитано помещение для приема такого количества народа и условия, которые выдвинуты при условии данной пандемии. Вот. Получил лечение, посмотрел на все это, начал узнавать, что я обращался на горячую линию, мне нужен больничный, там вот такого-то числа. На что доктор посмеялся, говорит, удалите этот номер, засуньте его в черный список, потому что это мошенники, они собирают данные, ну, для каких-то своих личных целей, и никуда это все не передается. Ну, следующий вытекающий вопрос, я говорю, как мне решать эту проблему, как бы у меня все строго на работе, это государственная служба. Ну, они объяснили, что этот вопрос решаем, но мне кучу бумажек сейчас надо будет подписать, после того, как все это закончится, идти к главному врачу больницы, ему доказывать, что я звонил, а не просто сидел дома, да, там, левачил, к примеру. Ну, вот, вот еще предыдущий твой вопрос по поводу, страшна ли вообще пандемия. Так ли это, или наговаривают просто, как бы, поднимают кипиш? Нет, я считаю, что она, правда, опасна. В каком плане? Она сложна в диагностике, это раз. То есть обязательно КТ проводится, да, сейчас при подозрении, ну, на коронавирусную инфекцию, потому что легкие страдают, вызывают пневмонию у человека, да, вот. Услуга КТ, раньше это что-то было прям заоблачное. Я уверен, до момента коронавируса, вот, взять 100% населения, 60% даже не знали, что такое КТ, или вообще, как его используют, и как на это попасть. Сейчас всех поголовно. Да, полностью это делается, компьютерная томография легких, то есть 3D прям объем, это все выводится на компьютере, и видно поражение всех там, ну, есть поражение на легких или нет. И заключение выдается буквально, ну, сейчас перепрофилированы все эти больницы, в заключение дают 15-20 минут буквально, и все, и у тебя уже есть готовый результат. И то есть это вечный конвейер сейчас идет, он постоянно работает, все больницы работают 24 на 7, в праздники тоже вот многие удивляются, выходные дни, медицина работает всегда. Нет выходных, нет перерывов, нет ничего подобного. Ну, это я имею экстренную помощь. И в чем опасность именно конкретно? Потому что наш менталитет, который вот ты говоришь, люди, которые не верят во все это, прут против этого, что этого не существует. Ну, как не существует? Я думаю, вот уже второй волной, больше процент населения столкнулся. В первую волну, скажу честно, никто из моих знакомых, близких, родных не болел. Не то, что не воспринимал, воспринимали, но никто не болел. Я возил, ездил по работе, возил этих пациентов, думал, да, да, как бы я все это вижу. Ну, честно, тоже недостаточно серьезно относился сперва. А уже во вторую волну, когда это начало касаться лично меня, когда я увидел нагрузку, во сколько раз она выросла, я вот сравниваю, да, на протяжении вот 4 лет я работаю на скорой помощи, я вот помню тот год, к примеру, да, взять по загруженности именно моей работы, да, и какая она сейчас. Вообще, вот как наша смена проходит? Я в 8 утра принимаю смену, в 8.03 я уже выезжаю на первый вызов, на обед меня запускают часа 3 дня. Четко строгий обед 40 минут, но меня могут выдернуть только с него, ну, на экстренный самый случай. Да, мы работаем по определенным районам в Екатеринбурге. Вот заезжаем, 40 минут обед, я уезжаю до 8 вечера. После этого у нас меняется водитель и 30 минут ужин получается. И все, больше фиксированного отдыха у меня нет. То есть я могу после 8, ну, вот 8.30 я выезжаю и заезжаю только в 8 утра следующего дня. Работаете в 8 утра? Сутками, да. Ну, сутки через двое, но это полторы ставки получается. Вот это, да, 10 суток в месяц примерно. А так, если работать на ставку общепринятую, да, это примерно 6,5 суток получается. Вот. Ну и в чем еще опасность этой пандемии? Наверняка тоже многие слышали, знают, что если человек умирает, да, при каких-то обстоятельствах, всем пишут коронавирус, коронавирус, коронавирус. Кстати, да, вот интересно, так ли, ну, как бы, вот касательно этого вопроса я тебе хотел... Вот именно этот вирус, он отягощает все сопутствующие заболевания. Почему вот есть, ну, правила там риска. Три заболевания. Сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ну, и еще какая-то третья сопутствующая у хронически больного, да, человека. И именно коронавирусом все это обостряет. Если у тебя есть это все, оно разумно, все влазит. И берет он всегда, вот именно эта инфекция, самый слабый орган у человека. И почему, да, вот пишут именно в заключении, да, в свидетельстве о смерти человека, потому что, ну, он повлиял. Да, да. Он запустил этот процесс, ускорил его во много раз. То есть человек мог раньше жить до этого 20 лет спокойно, а тут вот появился этот вирус, ты его подцепил, все. Поражение легких быстрое происходит, буквально там за полмесяца, за месяц люди выгорают, бывает такое. Ну, тоже поражение легких по процентам там судится. Ну, вот я лично видел примеры, встречался с людьми. Есть такой препарат, ну, измерение сатурации, наполнение кислорода в крови показывает. На палец может тоже кто видел, знает, одевает такую штучку. Я вот подсоединяю, у меня показывают 97%, это норма. Я везу человека на КТ, откатываю КТ, мне дают заключение 70% поражения. То есть представили, да, как бы показания все нормальные, да. Вот я как доктор пришел, осмотрел, я внутрь же не могу, да, заглянуть. Только нужны какие-то определенные обследования медицинские, углубленные. И вот они вот показывают такие результаты. Ну, это опасно, это страшно. Вот поэтому она вызывает такой страх у людей. Не зря во всем мире как бы переживает. Возвращаясь немного назад, я хочу спросить чуть-чуть поглобальнее тебя. Чем вызвано, как по твоему мнению, чем вызвано вот это вот аппаратурное голодание больниц? Ну, в плане техники, в плане обеспечения. Если взять в глобальную... Давайте я скажу так. Оборудование-то оно есть. Некому работать за этим оборудованием. Это все узкие специалисты. На это нужно достаточно долго учиться. Элементарно. Образование медицинское, это не совсем дешевое образование мест бюджетных. Вот я помню, поступал в 2012 году. Я колен, но в университет я тоже как бы планировал изначально, я все это узнавал. В университет было около 120 бюджетных мест. Это вот на терапевта, на простого. Там до четвертого курса учишься, а потом выбираешь специализацию более узкую. А обучение платное на тот момент составляло в районе 120 тысяч в год. Да, да. Только очек в медицине нет заочного образования. Вот поэтому я пошел учиться на фельдшера. Вот 4 года, но я тоже учился на платном. Вот. У меня это составляло около... Пришел я 30 тысяч было, а к окончании моей учебы я уже за год платил 60 тысяч. Вот. То есть это... В 80 тысяч. Да, да. То есть это постоянно растет, развивается. И у людей нет возможности элементарно учиться за счет финансовых средств. Это, во-первых, как бы... Во-вторых, как бы, ну, отдаленность. У нас очень мало этих университетов, да, больших, крупных по России. И не хватает на население их элементарно. Некому лечить. А оборудование, оно все есть. В больнице все, правда, стоят заполнены. Но это оборудование под большим таким стентом. Либо еще стоит в коробке. Потому что боятся, трясутся. Не дай бог с ним что-то случится. Это оборудование, его привезли только вот, когда началась пандемия. Или оно всегда там было? Всегда было. В большинстве больниц, да. Всем ли хватает, например, пациентам этого оборудования? Не знаю, почему. Вот раньше тоже была нехватка. Как-то все это было сложнее поступить. Тоже знаю, мои знакомые сталкивались с такими ситуациями, что нужно пройти КТ. Оно было платное, там, в районе от 2,5 тысяч, там, до 8, до 10, может, доходило где-то. И проблема была не сделать само КТ. Проблема была в диагностике. Очередь обольшая у врачей по описанию. То есть заболевания же разные, КТ раскрывает, да. И бюджетно именно, ну, что бесплатно получить это КТ, была очень большая очередь. Но на один этот аппарат КТ сидит один доктор. Вот я о том и хочу спросить. Людей-то много, а аппаратов-то мало. Будет даже 10 аппаратов у тебя, да, этих стоять. Работать некому на них, понимаешь? Это само собой, да. Это, конечно же, это все идет в ногу, грубо говоря. Эти обе проблемы, они как бы совместимы. Но мне именно, по твоему мнению, хотелось бы узнать, почему именно у нас такой дефицит вот этого оборудования. У нас нету производителей своих, либо с кадрами мы разобрались. Учиться дорого, учиться порой сложно и, ну, долго, да. А вот, по твоему мнению, как, почему такая нехватка именно оборудования? Как бы нет нехватки оборудования, ты понимаешь, к чему я. Оборудование все есть, оно есть. Ну, ты говоришь на сколько-то там пациентов, один аппарат. А зачем, если врачей больше нету? Он физически на два аппарата у тебя не разорвется. Ты их 10 можешь поставить в одном отделении, в одном районе. Но доктор, который может описать это КТ элементарно, дать заключение по нему, он один-два. Людей не хватает, которые могут работать с этим оборудованием, с этой аппаратурой. Аппаратура вся есть. Сейчас 21 век, как бы, с этим, таких вот грубых проблем я не слышал. В области, возможно, где-то есть. Даже вот, судя по нашей малой родине, да, по Бесирте, здесь как такого обследования нету. Сам лично сталкивался с этой проблемой. Все родственники у меня ездили сдавать элементарные анализы в город Екатеринбург. Как бы, я этого не понимаю. В Екатеринбурге же у нас на каждом шагу эти клиники частные. Любой анализ, круглосуточный. В какое время ты хочешь, идешь, делаешь. Проблема-то, я думаю, больше не в больших городах, да, в миллионниках, а именно в маленьких областях. Даже к Сергею, к примеру, взять. Вот тут какой ближайший, Краснофимск, да, вот по-моему, город. Там более-менее, по-моему, там у меня аппарат КТ, если мне память не знаю. А не было ли у тебя идеи остаться в бессерте на своей малой родине по профилю и, например, работать у нас в больницах? Честно, нет, никогда не возникало. И как я только уехал в город, как бы я посмотрел, ну, походил по практикам, да, пока учился, посмотрел, как работают больницы. Я в городе себя, как бы, чувствую поувереннее, по защищеннее в плане оказания именно помощи, да, какой-то медицинской. Ты можешь быть классным врачом, ты можешь прочитать все книжки, ты можешь все знать, да, по своей специальности. Но этого недостаточно порой, чтобы помочь человеку. Вот в области именно такая проблема и есть. Как бы мне нужно обследование, да, а у меня его нету. Мне нужно отправлять куда-то человека. И порой люди этого не понимают и трудно донести до человека, что там нужно еще что-то, еще что-то. Он говорит, как, ты же доктор, вот я к тебе пришел, сел, будь добр, вот мне вот так скажи. Таких людей очень много, как бы, они не понимают вот сути работы именно, что это все структура, что это как цепочки, здесь все взаимосвязано. Нет такого супер доктора, которому ты придешь, расскажешь вот все, что у тебя просто болит, и он тебе вот так вот, а, у тебя там это, 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 пей то-то, то-то, то-то. Такого не бывает, как поговорка есть, дело рук спасения утопающих, дело рук самих утопающих. Как людям в регионах тогда быть? Мы видим, потихоньку утекает вся молодежь из регионов в крупные города, тот же Екатеринбург, например. Ну и, наверное, нужно быть слепым, чтобы не видеть, как кадры уходят в крупные города, а что остается регионом. Я понимаю, если можно говорить о каких-то других немного вещах, но мы тут говорим про медицину, и то есть, но это же прямо идет, грубо говоря, вымирание малых городов, если уж на то пошло. Ну да, оно так и есть. А как с этим бороться? Ну, я думаю, самим как-то людям предпринимать. Ну, смотрите. Знахарством заниматься? Нет, в каждом же маленьком городе есть своя администрация, да, элементарная, которая за все это отвечает. У каждой больницы есть главврач свой собственный, да, можно ему же вопрос задать. Почему? Можно посмотреть в интернете, я уверен, по-моему, это и есть. У каждой больницы там же расходы, да, вот, что они покупают. Есть что-то такое? Не углублялся, но, наверное, есть. Ты же можешь посмотреть, да, вот, сколько выделено твой родной край? По-моему, эта информация доступна. Ну, в плане финансчета какой-то. Да, да, вот финансчета и куда это все потратилось, и как бы, как это сказать, я в армии еще с этим столкнулся, да. Вот на картинке у нас в армии все было, к примеру, да, а по факту ничего этого не было. Фотоотчеты, я думаю, если эту проблему копнуть поглубже, то можно докопаться до сути. И я уверен, что деньги везде выделяются на все. Я знаю, что есть такая программа «Молодой врач», выделяют деньги там. Я знаю, что молодые специалисты приезжали же к нам сюда в беседу, а в чем причина, почему они здесь не продолжили свою работу, я не знаю. Из-за них говорить не могу. Ну, видимо, есть какие-то обстоятельства, если так массово люди уходят. Но надо спрашивать тех, кто смотрит за всем этим, кто старше, с того и спрос. Как у вас с молодыми специалистами на подстанции обстоят дела, какое качество квалификации у них и как это влияет на общую работу? Молодых людей очень много. Прям честно, у нас молодая подстанция. Пенсионеры многие ушли, во-первых, когда начался коронавирус, испугались. Потому что это… Пенсионеры? Человек постоянно, он как доктор понимает, что он может в любой момент, правда, подхватить это. И неизвестно, какой будет у него конец. Не важно, там, умеешь ли ты лечиться или не умеешь. Борьбы нету, если, да, с этой болезнью. Правда, очень многие ушли пенсионеры на тот момент. Да, по собственной воле никто не заставлял. Ну, просто как самообережение, инстинкт самосохранения, думаю, у них сработал. Вот. А молодежи очень много и постоянно приходят, честно. Большой приток фельдшеров, вот именно с этого года. Не знаю, за счет чего это, но, думаю, увеличение зарплаты это все повлияло. Ну, вот с тобой, ну, до интервью, да, буквально, там, 15 минут разговаривали, ты как-то упомянул такое выражение, как медицинские семьи. Как это, что это вообще такое? Что за явление? Ну, это такая даже старая общая практика, что медики всегда с медиками как-то. И почему это происходит, ну, я так считаю, потому что в медицине приходится работать очень много. То есть люди работают в большинстве своими сутками, совмещают по 2-3 работы. У меня таких очень много знакомых. Никто не держится на одном месте, ну, за счет того, чтобы заработать какие-то деньги. И за счет постоянно то, что ты находишься в этой сфере, ты находишь точно такого же человека, и вы как бы создаете семью. И у вас общий интерес, да, оказание помощи людям, медицина именно в целом. И очень таких семей у нас много. Прям я таких живых примеров пары 3-4 знаю, только на моей памяти. И по воспоминаниям, по рассказам моих старых коллег, что очень много медицинских семей. У самого как дела обстоят с боевой подругой? Никак. У меня работа моя боевая подруга на данный момент. То есть нет пока цели? Да, нет, даже нет возможности, я думаю. Видел ли ты эти ужасные коридоры с трупами? И усязаемая ли это проблема, так скажем, или опять же нагнетание какой-то, паники? Это есть, но прямо в таких больших количествах я не видел. Но был конкретно такой случай в моей работе. Я привез пациента, также с подозрением на коронавирус. Мы ждали результатов КТ. И общий приемник, да, где люди сидят, ожидают все свои результаты, потому что много бригад, да, со всего города съехалось. И в этот момент перед нами вывозят каталки с трупами. А я знаю, что их раньше возили через подвал. Но я как понял, в подвале уже не было места, что ли, то ли провести, то ли что. И начали уже вывозить их, просто перевозить в другие больницы или в морг вот так поверху. Уже вот так вот перед людьми. Вот я только такое видел. Ну и в плане смертности, честно скажу, я это ощутил с пациентами общаясь. Ко многим сейчас приезжаешь, вот у меня там тот-то умер, у меня вот этот-то умер. Ну я смотри, я как правильно понял, ну со стороны просто обывателя, да, что коронавирус, он именно создал такую ситуацию в нашей медицинской системе, в нашей системе здравоохранения, что другие больные, то есть приоритет отдан коронавирусным больным, а, например, онкобольные, да, какие-нибудь другие, с другими серьезными заболеваниями, они немного отошли, ну не то чтобы на второй план, немного, ну да, может быть сказать, на второй план и ими недостаточно занимаются, и в том числе вот из-за этого тоже возрастает смерть. Нет, не из-за этого. Санкобольными это вообще такая отдельная большая тема, это отдельное интервью, я думаю, лучше снимать, потому что это очень большая проблема у нас в стране вообще в целом. Это, можно сказать, люди в большинстве своем брошены на произвол судьбы, там и для них диагноз звучит как приговор, хотя, ну, это тоже нужно добиваться помощи в этом плане. Часто приезжаю, вижу, что люди по своей некомпетентности, то, что они мне объяснили, как поступать в этой ситуации, что нужно делать, они просто вот бьют кулаками в стену, прося помощи, а им никто не помогает. А с чем связана тогда вот именно смертность? Ну, все равно уже тоже надо, наверное, быть слепым, чтобы не видеть, что смертность у нас возросла в этот период. Давай начнем сначала. Во-первых, всем, наверное, уже надоевшее это ношение масок, да, обработка рук. Давай начнем с этого. Да, кстати, вот касательно, опять же, ковид-диссидентам нашего. Маску носят не от ковида, ее носят для собственной безопасности. У нас помимо ковида еще тысяча инфекций присутствует вокруг нас, да. Обработка рук – это всегда с детства воспитывали, после всего нужно мыть руки. Просто сейчас это обострилось, чтобы уменьшить другие заболевания, вероятность, да, обострения. У нас сейчас, да, есть коронавирус, вот он везде, он по телевидению, он в интернете, он в телефоне, он на слуху. Он есть. Но маску заставляют, чтобы снизить элементарную нагрузку с медицинских, да, работников и обезопасить себя самого. То есть это же значительно облегчит ситуацию в общем. Не нужно думать, что это все из-за ковид-19. Это не так. Ну, а вот, например, правда ли, что, грубо говоря, маска также защищает, ну, это если ты заболел, да, она предотвращает, ну, некоторым образом распространение этого вируса от тебя? Ну, это вот, знаете, это такой вопрос. Ну, вот это вирус, он микроскопический. Он может быть абсолютно везде, он на любой поверхности может быть. Может жить, как бы, может защищает, может не защищает. Я конкретно сказать про это не могу. И думаю, навряд ли кто-то может сказать конкретно. Так же, как маска может пропустить этот вирус, а может не пропустить. Неизвестно же, да, где зацепится именно вот этот вирус маленький. Может маски у тебя застрянет. Он же, маска в любом случае, вниз, вверх у тебя воздух выходит, распространяется выходящий из тебя воздух. Ну, может обезопасивает от чего-то. Какие еще меры предосторожности нужны для того, чтобы снизить общую такую? Ну, во-первых, если появились какие-то симптомы, да, наподобие простуды, если есть рядом в близком окружении родственники, да, пожилого возраста, ограничить общение, сразу же убрать свою зубную щетку, да, в сторону. Ну, у нас же это вообще принято, да, что все вместе. Отдельная кружка, ложка, вилка, все отдельно. По дому можете ходить в маске, выйдете для себя какой-то уголок, ну, или комнату, и сидите как бы лучше в ней. И вызовите врача на дом, и ждите помощи, пусть у вас берут мазок, в частные клиники, ради бога, можно обратиться, у кого есть возможность. Ну, вот обезопаситься так. Ну, конечно, это мыть ее рук, все то же самое, это уже, наверное, столько надоело, невозможно. Да, мы, конечно, в этом выпуске много чего повторим, просто в связи с нынешней ситуацией надо людям повторять и повторять просто из-за дня в день, как бы, и мы такой маленький вклад сделаем в это. То есть ситуация у нас пока налаживается, с коронавирусом не собирается. Вот по лучшим прогнозам к концу зимы мы думаем, что вторая вот эта волна хотя бы пройдет, спадет. Потому что сейчас она только-только начинается. То есть еще у нас впереди январь месяц, у нас праздники, у нас все пойдут в гости, у нас все пойдут на культурно-массовые мероприятия, наших людей ты дома не усадишь. Даже сейчас. Культурно-массовые мероприятия самодельные какие-то, да? Да, да, да. Просто мы не знаем, что так-то запрещено. В любом случае. Кто живет в области, поедет в большой город, в торговые центры развлекательные, повезут детей. Вот это все, круговорот жизни, как бы. Ты его не остановишь, я уверен, как бы с нынешним напором. Вот в Советском Союзе была такая история с, я не знаю, может быть ты слышал, с пандемией ОСПы. И эту проблему удалось решить только строгими мерами карантинными, так скажем, в относительно короткие сроки. Почему вот нельзя сейчас вот так вот взять и сделать? Ну, потому что, мне кажется, общество наше в целом сейчас думает по-другому, рассуждает по-другому. У нас же сейчас все знают свои права, да, элементарно. Кто сейчас слушает государство? Вот там, кто, допустим, последний раз смотрел новости? Какой последний указ вышел? Кто об этом сейчас знает? Это им интересуется малое количество людей. А раньше в Советском Союзе власть уважали, ценили, слушали. Как бы из-за этого, я думаю, это было легче. Там достаточно было выйти, сказать это всем по радио, по телевизору. И люди, правда, сели, потому что им там плохого не посоветуют. В наше время никто не доверяет этой власти. Ну, потому что, мне кажется, люди думают, что вот власть где-то там, она далеко. А я вот здесь сижу, у меня все хорошо. И зачем мне их слушать, как бы, у меня все нормально. Есть люди, наверное, которые жалуются, сидят, что вот власть. Но они просто сидят, как бы под лежачий камень вода не течет. Вот, большинство средств, вот это, наверное, вот такие проблемы. Что делать тогда? Что, вот ты говоришь, под лежачий камень вода не течет. Как быть, если тебя не слышат? Как быть, если ты в, даже пусть не в бесертии, в какой-то отдаленной провинции кричишь, долбишь стену кулаками, а тебя не слышат, а у тебя больны все твои родственники, не едет скорая или вообще такая вот ситуация. Как быть, просто... Ну, честно, если вот прям такая ситуация, я сам бы не знал, что делать. Если ты, правда, не можешь ни до кого дозвониться, достучаться. Ну, это трудный вопрос. Я не смогу, думаю, на него ответить. Ну, так или иначе, с этим вопросом сталкивается все больше народу. Ну, вот я рассказал, что я столкнулся, что я не мог добиться медицинской помощи. И неважно, медицинские ты работники или кто, есть у тебя деньги или нет, никому никто не приходит. Ну, что с этим делать? Что-то надо с этим делать. Ну, ты упомянул, что общество у нас стало чуть-чуть другим, какие ты именно видишь изменения, так скажем, в нашем обществе. И с чем это связано, по твоему мнению? Изменение ценностей, изменение героев, взгляда на жизнь в будущем. То есть элементарный менталитет семьи, насколько у нас нарушился, да, вот после 90-х годов, что нам по телевизору показывают, да, что нам рассказывали, что никто тебе не нужен, живи один, наслаждаешься жизнью, кайфуй, все для тебя, пожалуйста, все открыто, все дано, зачем тебе кто-то нужен. И дети сейчас в большинстве сну вырастают, смотрят, да, там, на рэперов, на этих популярных, как они живут. Вот этот образ жизни, он отовсюду, да, вот, молодой мозг лезет. И какие вот даже элементарные герои сейчас у нас, певцы вот эти, но какие они герои, он сегодня певец, завтра его даже никто не вспомнит, потому что придет новый. Если зашла уж речь, так, наши зрители не знают, наверное, но мы с Дмитрием еще в школьные годы, мы одноклассники, об этом надо было, наверное, сказать в начале выпуска, но мы, у нас с ним была рэп-группа, и сейчас бы хотел бы тебя немного, раз уж мы начали говорить чуть-чуть о творчестве, так как разговор у нас, ну, разноплановый такой получился, что тебя именно привело к написанию, например, песен, да, и какие смыслы ты вкладывал? Какие я вкладывал смыслы? Во-первых, детство было не совсем такое яркое, красочное, да, может показаться, да, сейчас, что вроде нормальные ребята, да, сидят. Ну, что я в детстве своими видел? Я видел вечно бухающих друзей, товарищей. Ну, вот вся грязь, да, вот эта, я в этом, можно сказать, жил, присутствовал, и мне это очень не нравилось. И я не понимал, как можно достучаться, да, до кого-то, чтобы это все изменилось, поменялось, потому что я потерял своего родственника, близкого из-за наркотиков в очень молодом возрасте. Вот тогда я уже впервые задумался о том, вот мои знакомые начали употреблять, я видел, к чему это все идет, куда это все катится, и я этого не хотел, и свое проявление, наверное, ну, вот как-то, как-то правильно. Душа рвалась, вот, ну, я вот нашел музыку, и вот, наверное, вот этот смысл я и вкладывал, потому что у нас в основном песни были такие аполитичные, я бы сказал. Ну, не скажи, вот, например. Я, слушая наш альбом «Волчья душа», для себя сейчас с таким неким недоумением переслушивая некоторые песни, я обнаружил, что у меня были такие строчки, «Акарл Маркс хотел социализма». Акарл Маркс хотел социализма, но его убрали сторонники монетаризма. Так и в нашей стране, в нашей ситуации под одну партию заставляют прогибаться. На бело-красно-голубом фоне стоит медведь, он заставляет всеми силами нас умереть. А мы, как волки, друг за друга, брат за брата, бьемся в бой под грохотом стального набата. Символы России медведя стелят на пол в виде пледа, вытирают ноги и похрени на это. И только попытаясь истереть наши куплеты, оппозиция имеет право быть на этом свете. Они нас заставляют превращаться в волков, потом стирают с глаз земли своей метеоркой. То есть я еще тогда не осознавал вообще, что я к левым идеям приду уже, будучи во взрослом возрасте, да, относительно. Но там как-то это на проосознании уже что-ли лежало. То есть, ну так немного вот сейчас разбавляю наш разговор такой беседой, что это какое-то зеркало жизни, грубо говоря. Ну, зеркало души у нас, песня такая, да. Вот все так удачно там складывалось, как вот у нас со студией получилось, да, вот все так не означает от дома, как все, наверное, музыканты начинали в этот микрофон, который держит в руке, компьютер, да, исторический, а потом мы добрались до студии. И к нам, я помню, подтянулись взрослые люди, уже достаточно взрослые, которые имели, ну, у меня уважение элементарное, да, какой-то авторитет. И они начали общаться уже с нами серьезно, насколько я помню. То есть, были серьезные разговоры. То есть, не как вот, да, там, со школьниками хихиха-ха, вот это все было, вот он вырастет, там все поймет. Мы сталкивались с прям серьезными проблемами. Что нас беспокоит? Проблемы молодежи. Мы же это все обсуждали со взрослыми людьми на тренинге, я помню, мы ходили, обсуждали. И это вот все вытекало в музыку, в творчество, и как бы люди слушали. Я вот уже спустя вот много лет, да, сколько там, 10-12 прошло, да, там по 16 лет, да, мы выпустили, наверное, этот альбом. И по сей день люди подходят и говорят, что было классно, типа, вы делали классно вот это все. Напомню, что нашим зрителям, что это пошло только-только этот расцвет рэпа, расцвет хип-хопа, от 2009, наверное, тысячи седьмые годы, да. То есть, если раньше, если сейчас именно, вот ты сказал про артистов, которые там грязь, грязь, пыл-пыл, там, пыл-пыл-пыл, то, то есть, ну, вот видим мы отличия у общества, какие у людей сейчас приоритеты и какие кумиры. А тогда для нас это было средством выражения своих именно каких-то мыслей. Вот, ну, лично я, например, я не мог так вот напрямую сказать людям, что я, например, вот за это у меня душа болит. Либо, например, объясниться даже кому-то в чувствах, да. Как-то это будет сухо и глупо, если ты подойдешь и скажешь так. Намного интереснее это сделать в стихотворной форме и... Под музыку. Да. Нет, ну да. Вот это наш способ, наверное, был в то время как-то достучаться. И как бы, ну, и были плохие песни, но в том плане, что вот как наподобие сейчас пишут, они были без них никуда, как бы, но больше-то уделялось как бы именно каким-то проблемам. Вот первой любви, да, какой-то, я помню, тоже тему задевали. Именно сосуществование человека, есть же такие люди, да, там, в школьное, да, мы время молодость, такой юности берем, что одиночки, да, люди непонятые, хотя потом они добивались каких-то высот, что у них на душе и как бы вообще, что вокруг тебя происходит, что ты можешь быть одним человеком, но вот именно то, что в данный момент происходит вокруг тебя, забирать тебе в совсем другую стихию, в которой тебе некомфортно, а выбраться ты из нее просто не можешь. Вот это я опять отсылка вот к наркотикам, к алкоголю, как бы у нас там самые крутые, это считалось, те, кто бухает, те, кто курит, те, кто дерется. Я думаю, это и сейчас все так же осталось. То есть бытие определяет сознание? Ну да. А видишь ли ты какие-нибудь среди нынешней молодежи созидательные направления, что ли, так скажем? Ну, много можно говорить о чернухе, о всем негативном, но все же есть, наверное, что-то хорошее? Ну, с каждым днем все реже и реже. Есть классные ребята, с которыми интересно общаться, там по 16-17 лет целеустремленные, глаза горят, я вот на них смотрю и вспоминаю себя, есть, но их намного меньше, и правда. И они в основном общаются не с такими компаниями, да, вот, каких я вот когда-то был, а с более взрослыми ребятами, наподобие вот элементарно даже меня. То есть им со мной намного интереснее мне. Они мне, я им могу дать какой-то уже свой опыт, да, прожитый, а они вот именно своим запалом тянут меня за собой. Вот этот контент как бы создает что-то хорошее в этой жизни. Но их очень мало, таких ребят. Может, у меня такой круг общения, не знаю, может, где-то они сидят там, прячутся, я их не вижу. Но вот так, даже работая на скорой, сколько я забирал пьяных там малолеток, да, с улицы под спайсами, под семь, ну, полно. Раз в месяц-два я обязательно выпаду на такого человека. То есть это не причитание все, что «О, раньше было лучше, сейчас молодежь-то так». Все то же самое, просто сейчас это намного больше и лучше видно за счет массового вот такого развития интернета всего. То есть раньше эти проблемы были всегда и в Советском Союзе, да. Я соглашусь, но я просто в стопроцентном, так скажем, соотношении. Ну, сложно судить. Ну, вот у меня было детство, как детство. Вот, как бы, я не знаю, у кого-то, может, по-другому было хуже, может, ну, наверняка у кого-то было лучше. Сложно об этом судить. Что нужно делать для того, чтобы таких людей, созидательных, созидающих становилось все больше? Ну, за такой сложный вопрос нужно подумать, что нужно сделать. Не знаю, наверное, оградить, думаю, от каких-то вещей, которые сейчас общедоступны, да, элементарно. Как-то ограничить, прям по-настоящему ограничить, да, какие-то соцсети. Что именно сделать семейный уклон воспитания, что не надо все сваливать на школу. У нас же все, там, до школы дорос ребенок, как бы она бывает, скинули, и должен учить преподаватель. Типа, наверняка тоже слышали выражение, чему-то в школе там учат. В школе должны давать определенный объем знаний, которые тебе пригодятся в дальнейшем в жизни. Это нам считать, писать, какие-то дальше науки, и ты уже выбираешь. То есть это не обязательно знать всю базу. Ты должен знать минимум, элементарно, чтобы в обществе находиться. Я думаю, нужно начинать с семьи, с каждой. По крупинке же у нас в этом мире строится. Семья – это основа. Да, да. Вот если все будет в семье хорошо, то и ребенок вырастет адекватным и созидательным, и определится по жизни четко и конкретно. Многие родители, правда, махают рукой, но это тоже из-за чего происходит. Родители много работают же, да. Потому что дети – это дорогое удовольствие в наше время особенно. За счет этого. Даже в пример мне родители часто говорят, вот, в твоем возрасте у нас уже семьи, у всех дети были. Я так понимаю, ребенка-то сделать это не трудно, а его же нужно еще воспитать, ему нужно дать достойное образование, достойную жизнь. А сейчас такого нету. Элементарно людям, даже элементарно своя жилплощадь была просто твоя. Вы давали, если ты хорошо работаешь. А сейчас кто тебе выдаст квартиру за то, что ты хорошо работаешь? Ну, я же неплохо работаю, я вот езжу на скорую, спасаю жизнь. Кто мне когда даст квартиру? Да никто мне никогда не даст квартиру. О какой семье может идти речь, если чтобы элементарно сейчас заработать, да, мне нужно работать сутками. Как бы это вообще даже в Европе, там на Западе, это считается дико. Люди сутками практически не работают, везде разделенный трудовой день, как бы достойный отдых. Где это все, этого нет. Поэтому, я думаю, все так и получается, и происходит. Как ты относишься к высказыванию, если ты не занимаешься политикой, то политика рано или поздно займется тобой? Полностью поддерживаю это выражение. Так оно и есть. Что ты можешь пожелать напоследок в заключении нашим зрителям, касательно и медицинской стороны, но и также касательно какого-то напутственного слова нашей молодежи, нашей работающей молодежи или молодежи, которая только собирается работать или учиться. Ну, скажу так, я пожелаю всем здоровья, крепкого, хорошего. Всего всегда в жизни добивайтесь, ставьте себе цели обязательно. Ищите своих кумиров или становитесь кумирами сами. Пусть у всех все будет хорошо. А молодежи, хочу сказать, учитесь обязательно, получайте образование, но не нужно разделять образование на высшее, среднее. Просто идите туда, куда у вас лежит душа, что вам искренне нравится. Если человек будет заниматься тем, что ему нравится, он найдет и доход, и спокойствие, и все у него будет хорошо. С вами был Капитал Шоу. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, делитесь этим видео с друзьями. И помните, единица вздор, единица ноль. До новых встреч.